Пришла с магазина, хочу вам показать примерно мой набор. Он, конечно, меняется в зависимости от моих предпочтений, но это такой вот пример сегодняшний. Значит, я обязательно ем яйца, плюс помидоры помогают бороться с раком и с метастазами. Беру всегда и летом, и зимой. Ну, зимой, конечно же, и весной больше шерри, они более сладкие. Обязательно, петрушка, обязательно у вас должна дома быть. Если нет вот такой вот живой, свежей, я беру в биоладане, биомагазин. Вот такие вот, получается, листики уже дробленные, нарезанные в такую мелкую стружку. Часто надоедают салаты, ну, согласитесь, когда ты постоянно на правильном питании. Для того, чтобы сбалансировать немножко и прибавить пикантности к салату, я покупаю вот идея для всех, кто не знаком с таким продуктом. Это сушеные помидоры. Обалденно вкусная вещь. Бывают они еще и в банках, залитые оливковым маслом. Присмотритесь, по одному кусочку меняет вкус салата и обогащает его сразу более красочный такой вкус. Вкусный, насыщенный. Рукола. Обязательно обратите внимание тот, кто болеет раком. И вообще всем зожникам советую. Шпинат. Я всегда беру биошпинат и беру бейбишпинат. Это значит, что листики очень маленькие. Эти все продукты хорошие для очищения организма. В принципе, на этом питании я уже два с половиной года. Проросшие отросточки такие пшеницы знают этот препарат. Все люди. Я говорю препарат. В Румынии препарат это и да, или то, что уже зафасовали в упаковку. Я просто уточняю для тех, кто не знает, что я имею в виду. Поднимает иммунитет. И прогуглите в интернете, вообще для чего используют ростки пшеницы. Дальше. Делаю соки. Обязательно из сельдерея. Продукт бесценный для онковыздоравливающих. Свежий лучок, когда есть. Но обычно он есть всегда. Редис тоже классный букет получается. Вот сейчас на Пасху мясо не ем, но зато какой-то творожок или вкусную такую брызочку маслянистую. Редиска, лучок. Вы даже вот через камеру, наверное, чувствуете, как он пахнет. Обалденно. Помидорки, яички крашеные. Обалденно. Не обязательно мясо кушать. И, конечно же, огуречки, потому что они очищают печень и очищают наши все залежни, которые находятся у нас в кишках, так скажем. Кабачок. Кабачок, потому что я люблю его выпекать такими ломтиками или кругляшками на гриле вместе с баклажаном. Баклажан у меня уже есть в холодильнике. Авокадо. Мой любимый продукт. Самый полноценный обед из авокадо. Авокадо это фрукт, но мы его используем как полноценный обед или завтрак, или ужин. Богат насыщенными, правильными жирами, которые помогут вам в периоды, когда авитаминоз, допустим, осенью и весной. Или же когда вы хотите похудеть, хотя он очень жирный, но он помогает худеть. И, конечно же, всем, кто болеет, очень полезен. Вся эта еда дорогая. Но все, кто болеют, должны понимать, что сейчас мы, все наши силы и все наши деньги вкладываем в полноценную программу питания, в нормальную сбалансированную диету. Даже не диету, а в нормальный образ жизни. Это затратно, но это того стоит, потому что борьба нелегкая. Смузи самый мой любимый. Это манго. Вместе блендуем в блендере. Измельчаем вместе с кокосовым маслом. И сверху разбиваем вот такой вот фрукт, который называется пассионс фрукт. Апельсины хорошие для печени. У меня сейчас проблемы с печенью, так что я себе буду соки готовить из этих апельсинов. Бананы хорошо тоже для печени. Я их люблю. Там тоже хорошие жиры. Я не боюсь фруктозы, потому что фруктоза тоже нужна для мозга. Та, что надо кушать не только овощи, но и фрукты. Но, опять же, нужно знать меру. Люди очень часто не обладают чувством меры. У них оно полностью отсутствует. Но я думаю, что у всех моих зрителей это чувство есть. Поэтому каждый должен знать для себя, в каких пропорциях, что или иное, он должен съедать в день. Без сахара. Мигдальное молоко. Что еще? Хорошие омега-3, омега-6, омега-9. Это, конечно же, вот такая вот красная рыбка с био-ладно. Буду печь хлеб. Поэтому взяла себе такую ржаную цельнозерновую муку. Будем пробовать. И это уже продукты не для меня, а для моих мальчиков. Фарш свиной для голубцов. И вот такая вот шейка на гриль. И изюм, потому что я буду им печь. И еще беру от доктора Откера, кто печет даже продукты такие для тех, кому нельзя. Сахар, правильные продукты. Очень классно. Это уже цедра лимона. Она там такая мягенькая, такая, не знаю, сочная. Иногда даже жалко их как-то вот так вот коцать. Они у меня просто там лежат. И я очень часто перед тем, как что-то выпекать, беру и снимаю всю цедру. Они некрасивые потом лежат. Иногда у меня просто нету цитрусовых дома в тот момент, когда я пеку. Поэтому вот дома иметь цедру лимона и цедру апельсина я смешиваю. Очень вкусно. Тоже от доктора Откера я беру эссенцию ванили. И вот изюм для выпечки. Но смотрите, чтобы на всем было написано, что это без сахара. Чтобы это не было отмочено в сахаре, как по ценам примерно вам сказать. 250, нет, 300 грамм помидор евро 69 на рублей. Я честно сказать не могу перевести. Вот эта вот штука стоит 2,50 евро. Рукола стоила 69 центов. Петрушка 69 центов. Вот эта петрушка 70 центов. Плюс-минус 2-3 цента на 100% не помню. Но просто очень часто покупаю, поэтому могу сказать. 2,50-100 грамм вот таких сушеных помидор. Но обратите внимание, что там их куча. Это, наверное, на это ушло килограмм не знаю сколько, чтобы вот в итоге получить вот этот вот продукт. Дальше бейби-шпинат он где-то по евро 60, евро 70, 125 грамм. Но 125 грамм это порция на человека. Вот здесь на 2 человек. Крукола, я сказала, примерно 70 центов. Кабачки евро 69 за килограмм. У нас апрель месяц. Сельдерей стоил тоже евро 60. Лук примерно евро за пучок. Огурцы всегда в Германии продаются поштучные. Никогда на развес они стоят. Штука где-то 70 центов. Это не био, я не нашла био. Био могут стоить евро 50. То есть все, на чем вот такой вот значок, стоит 2 раза даже, порой в 3 раза дороже. Редиска примерно 70 центов. Авокадо тоже зависит от какой фирмы. Сегодня купила по евро 30, но бывает доходит до 2,50. Зависит в каком магазине. В среднем цена от евро 30 до 2,50. Пачка масла в Германии стоит примерно 2,25 евро. 1 манго евро 20 центов. Манго не очень дорогой. Несколько дней назад брала по евро. Бывает такое, что вообще 3 евро. Зависит в каком магазине и как там партию завозят. Пассион фрукт евро 50. Дорогое удовольствие, потому что там очень-очень мало внутри. Это просто для аромата. Уже сверху, вот в стакане у меня смузи, сверху я разбиваю эту штуку. Болгарский перец. Не помню сколько стоит, но примерно тоже 3 евро килограмм. Вот этот, который отдельно красный, отдельно желтый, отдельно зеленый, ты сам себе набираешь на развес. Но есть уже фасованные такие пакеты. Один красный, один желтый, один зеленый. Они стоят где-то евро 50 за полкилограмма. Бывает дешевле, бывает дороже. Апельсины тоже зависит какие, если на развес и не в сетке. В сетке они всегда стоят немножко дешевле. На развес могут до 3 евро доходить. Килограмм зависит от фирмы и от сочности. Бананы стоят, начиная от 1 евро за килограмм. Кстати, я вам не сказала, что авокадо тоже поштучно. Вот эти вот от евро 30 до 2.50 это за одну штуку. Авокадо поштучно, манго тоже поштучно. Все цены, говорю, поштучно. Все вот такие вот продукты продаются поштучно. Вот это все поштучно. Апельсины, я сказала, за килограмм 3 евро. А это поштучно. Бананы за килограмм от 1 евро до 3 евро. Вот это стоит где-то 7.50 за 250 грамм, потому что это био. Но вообще вот эта рыбка дорогая в Германии. Вот это алпа, очень популярное молоко. У нас в Германии стоит за 1 литр 2.20. 2 евро 20 центов. Мука в Германии за килограмм муки от 40 центов до 3 евро. Даже, ну, может 3 евро это too much, слишком много. Ну, примерно и евро 2 или 2.50, если это био, 100% может стоить. Вот эти штучки, не знаю, но где-то евро 50 вот за 2 штучки. Это тоже, по-моему, евро с чем-то за штучку. Изюм. Все, что от этой фирмы, это недорогое. Если на пакете написано, белый пакет с синей надписью написано «Я», если будете в Германии, в магазине «Реви», это все будет стоить намного дешевле, потому что это марка магазина, и они все фасуют у себя там, не знаю, на складах, где они фасуют. То есть это будет дешевле только потому, что, ну, это типа «Я». Вот примерно и все. Так, открываем посылочку. Это должна быть соковыжималочка. Хей, Дорин. Чао. Уй, ты че винит? Да? Это должна быть соковыжималочка. Супер. Так, сейчас будем смотреть. Первое, что хочу попробовать, буду делать сок из моркови с яблочком. Хорошо полезно для печени. Сейчас Доринчик-Мандаринчик мне сделает, установит машину. Очень хорошо. 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 Сусть-мандарт. Сусть-мандарт. Да. Взбор. соковыжималка от home ever отправляется обратно откуда она приехала потому что она не рабочая наверное сломан мотор просто-напросто не включается смотрите какая модель вот модель вот это хотя отзывы на сайте о этой машине очень хорошие но нет тем более что я только сейчас заметила что смотрите какая мощность здесь только 200 ватт мы его отправляем обратно сейчас дорин нашел на сайте другую альтернативу более известной марки я вам покажу и с мощностью мой новый уже аппарат будет мощностью 500 ватт то есть по идее чем больше мощность тем лучше все другое пока красивенький такой но не судьба